Володя, помнишься? Рок, давай рок. Да, да. Время моё. Время моё мы делали, да. Кусочки какие-то делали, очень жёсткие песни. Зима своё, но зала я придёт, ещё придёт время моё. Время моё, и со мною, как прежде. Каждый выбирает свой путь. Нет музыки там хорошей, плохой, лёгкой. Вся музыка, она и сложная, и лёгкая. Поэтому Владимир выбрал путь мейнстрима, путь хита. Я считаю, что это не самый плохой выбор. Дни уходят летние, дни мне воротиться. Грустно, тем не менее, что-то не грустится. Поём. За сентябрило с окном, за сентябрило. И перстыньем любовь посеребрило. За сентябрило с окном, приходит осень. А жизнь обманет нас, обманет и не спросит. Что касается вот этого перехода от рок-группы к песням, которые пели эстрадные исполнители, действительно, это момент такого поворота в моей жизни. Почему это произошло? Наверное, мне надоело быть на сцене. Наверное. И я могу сказать, что есть люди, в которых вот это желание быть на сцене, оно неистребимо. Мало того, оно сжигает людей просто насквозь. Прожигает. Им надо быть на сцене. Их нельзя утащить с этой сцены. Я, наверное, не отношусь к этой категории людей. И никуда от счастья не уйдёшь. Ты можешь написать очень хорошую песню. Мы можем взять супер-исполнителя. Но песня не получится. Песня не будет успешной у людей. На каждую популярную песню, на каждую песню, которая известна, что называется «Все», является хитом, шлягеров, существует тысячи и тысячи и тысячи хороших песен, у которых не получилось. Альбом «Банановые острова» вышел в 83-м году. И сегодня слушается, как нечто свежее. Такой ударной вещью с «Банановых островов» была простейшая штука. Здравствуй, мальчик Бананан. Достейшая штука. И эта вещь прострелила буквально всё. Её стали играть в ресторанах, её взяли в фильм «Асса». Здравствуй, мальчик Бананан. Здравствуй, мальчик Бананан. Ну, вот время совпало. Талант Чернавского как звукорежиссёра. Наши с ним вот эти шутки, приколы какие-то. Всё это сработало. К сожалению, это не имело продолжительности. Планировался второй альбом. Кстати, остались песни. Но в жизни, как говорится, музыкальной, да в общем, как в человеческой жизни, человек, как говорится, предполагает, Господь располагает. Сразу после «Банановых островов» Юра стал работать с Аллой Пугачёвой, а я с Софией Ротар. Ах, белая панама! Когда у него вышла «Белая панама», А у меня вышли «Лаванда», «Луна-Луна» и так далее. «Луна» – премьера была в Ереване. Я помню, пресс-раз. Кстати, нас мучают по поводу слов. Почему «Луна-Луна-Цветы»? Программа так называлась. Потому что программа в Ереване, у них каждый год проходил этот праздник цветов. Праздник цветов. Праздник цветов. И впервые там прозвучало. Мне позвонил Чернавский, говорит, «Слушай, какая классная песня». Он мне уже звонил, по-моему, из Германии. Он уже уехал. Нас связана только творческая дружба. Мы дружили семьями. Мы вместе отдыхали. Мы были в Австралии. Мы были в Австралии, в Малайзии, в Сингапуре. В Малайзии, в Сингапуре были. В Америке. В Америке, в Израиле. И когда мы были в Австралии, я была с Толиком, с мужем, и с сыном. И с Русланчиком. И с Русланчиком. Он был с Аней, с женой. А в Москве начался путь, если ты помнишь. Правильно, точно. В 91-й год. Мы так все перепугались. А если начнется война, и Володя все время говорил, а Машенька-то моя дочка осталась. А Машенька, вам хорошо, вы втроем, вы семья. Мы очень это пережили тяжело. А в Америке? А в Америке мы... Может, ты забыл? Я сейчас напомню. Я мечтала, вот поеду в Америку и куплю себе длинную норковую шубу. Это точно, это точно. И мы поехали на брайд. На брайд. На брайд. Они выбирали с Толиком мне шубу. И так смешно. Очень смешно. Мы когда вышли из магазина, я одела сразу свою, спрятала там какой-то... В одну секунду. И они говорят, ты перейди на ту сторону, а мы с этой стороны. Мы по эту сторону. Да, да, да. И будем смотреть, как еще показывать. Тебя так идет, так все клево. Это было первое. Да, да. Ты мой ночной мотылек, летаешь, летаешь, летаешь. Что ждал тебя мой огонек? Не знаешь, не знаешь, не знаешь, не знаешь, а утро в трубое тепло. Умчишься, 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 надежду разбив, как стекло, простишься со мною, простишься. Дикие лебеди, дикие лебеди, словно печаль моя. Дикие лебеди, дикие лебеди. У Володи студия звукозаписи в доме, где они проживали. И я после записи поднималась, зная о том, по собственному опыту, как тяжело с новорожденным ребенком. И скажи, сколько я с Машей. Да, Соня Машу таскала. Ну, Маша вот такая была. Да, Анечка, иди спать. Ну, бессонные ночи, это очень тяжело. Володя, все время работа. И я оставалась, Аня уходила спать, а я оставалась с Машей. Я ее пеленала, я на руках носила. Да, мы купали. Мы купали, да. Такие теплые воспоминания остались. Маша такая красивая, такая взрослая. Я давно ее не видела, но вот сейчас увидела. А сын у тебя какой-то замечательный. Сыночек.